приветствую вас вы на канале тараса березовца и мы увидели интервью президента украины владимира зеленского американскому изданию axios и голосу америки и что я могу сказать ребята это полный трэш назовем это так потому что интервью ведущему американскому сми которая существует на деньги американских налогоплательщиков напомню голос америки это проект который официально финансируется государственным департаментом сша а стало быть налогоплательщиками сша и безусловно любое каждое слово сказано любым политиком тем более главой государства крупнейшего в европе в украине будет прочитано не только во всех западных посольствах она будет передана в свои миды но соответственно об этом прочтут в госдепе совете национальной безопасности сша в разведслужбах в пентагоне и самое худшее это прочтут белом доме поскольку наш президент дорогой владимир зеленский решил напрямую обратиться к джо байдену раз джо байден уже позвонил всем половине мира половине лидеров со семья пообщался владимир александрович он даже с днем рождения не поздравил какое горе ну тогда наш наиболожнейший лидер существенности владимир александрович зеленский решил напрямую обратиться а через какой же сми лучше обратиться к байдену чем через сми которая финансируется официально правительством сша то есть через голос америки и вот в этом самом интервью владимир александрович заявил байдену байден почему мы до сих пор не в нато я не понял ну я тоже на самом деле не понял как президент крупнейшей страны в европе может быть настолько наивным ну или недалеким чтобы задавать такие вопросы президенту сша на самом деле обратитесь своим александрович к своим советникам по внешней политике спросите в миде они вам подготовят очень оперативно справочку процедуру вступления в нато подание за и подача заявки в нато потом получение мы больше пакшин план план действий относительно членства в нато рассмотр рассматривается в принципе это все про абсолютно прозрачно на заседаниях североатлантического альянса они принимают решение и говорят надо проду грузии было одобрено план действий относительно членство хотя грузия тоже имеет оккупированная россии части территории абхазия и южная осетия не все хорошо у них с экономикой намного хуже чем в украине по сути тлеющий конфликт с российской федерации но тем не менее грузия получают план действий относительно членство в нато и она таки станет членом североатлантического альянса это к аргументам о том что пока у нас как говорят отдельные умники пока у нас оккупирован крым и донбасс дескать мечтать о членстве в нато не стоит что опять же является полнейшей чушью и ересью как мы видим кстати все время такой конфликт территориальный за кипр возник между турецкой республикой греция как мы помним даже дошло практически до военного конфликта тем не менее они обе страны остались в нато а греция еще и в составе европейского союза напомню турция правда туда не попала но другое дело что она сейчас уже при радыгане этого и не хочет так вот наш дорогой президент владимир зеленский успел наговорить еще много глупости в этом интервью частности но сказал что очень сильно разочаровался американской демократии серьезно потому что была предпринята попытка захвата капитолия он сказал и мы были очень этим на самом деле удивлены я на самом деле удивлен том что зеленский не понимает что такие вещи заявлять в интервью американскому изданию финансируемый правительством сша но как минимум глупо а как максимум это еще и опасно потому что если ты говоришь что тебя разочаровала американская демократия в один прекрасный день не удивляйся если провидится самой большой демократии в мире я не по количеству населения самая большая демократическая страна в мире это индия по количеству населения самая большая имеется влиятельная единственная супер держава в мире это сша они тебе перестанут а во первых выделять те помощь на сегодняшний метод 450 миллионов американских долларов год из карманов американских налогоплательщиков перестанут поддерживать тебя санкциями на и вообще в принципе про тебя забудут не делайте никогда владимир сандрович таких глупостей ну благо вы их уже сделали и уже эту ситуацию к сожалению не исправить дальше больше владимир зеленский заявляет о том что вот мы тоже захват капитолий это плохо и у нас тоже было плохо мы два майдана пережили то есть он тем самым ставит знак равенства между двумя майданами двумя успешными революциями демократическими которые сбросили в обоих случаях януковича и в 2004 году и 2014 он сравнивает это с захватой обезумевших толпы поклонников секты q anon и дональда трампа проводе знак равенства то есть то что было осуждено сегодня всем цивилизованным миром я имею ввиду захват капитолия и обеими партиями крупнейшими сша не только демократами но и республиканцами он говорит что это вот плохое событие мы практически ставим знак равенства с нашими майданами это прекрасный ответ на вопрос что в голове происходит у владимира зеленского кстати когда его спросил журналист звон а что у вас происходило в голове когда вот вы там вот вся история с трампом с обнародованием ваших пленок разговора возникла ну я боюсь ответ бы журналист асвона бы честно говоря разочаровал потому что в этот момент в голове владимир зеленского ровным счетом ничего не происходило потому что чтобы происходило нужно чтобы были мысли а чтобы были мысли необходимо хотя бы что-то знать элементарное и вот наш осмелевший президент владимир зеленский говорит что он был очень разочарован на самом деле он даже зол несколько на дональда трампа такое очень смелое заявление после того когда трамп покинул пост президента оказывается он был не очень зол почему же раньше тогда этого не звучало почему это щас звучит тем более что там продолжает оставаться силой в американской политике он имеет огромную поддержку среди американцев надо признать и списывать трампа со счетов было бы как минимум недальновидное на самом деле никто не знает чем закончится история с импичментом состоится ли он большие шансы что он не пройдет в сенате и соответственно трамп сохранит себя в политике другое дело что останется он в республиканской партии или может он пойдет на раскол республиканской и основ может основать свою собственную политическую силу третью в американской политике мы не знаем но относиться пренебрежительно к трампу даже если он тебе не нравится как бы ты не относился я бы не стал нам есть на самом деле за что критиковать дональда трампа но мы не имеем права вмешиваться тем более но одно дело эксперты блогеры окей у нас развязаны руки мы можем говорить то что мы считаем и при этом я не хочу говорить о трампе каких-то глупых вещей ужасных просто понимая о том что несмотря на то что он совершил он остается пока величиной американской политики но президент крупнейшей страны такой как украина в европе он не имеет права что-то говорить негативное в адрес даже бывшего президента сша потому что при трампе украина и при зеленском самом числе и при порошенко получила летальное оружие продолжала получать крупнейшие объемы военной американской помощи продолжает получать все это происходило при трампе дай бог это будет происходить и при байдене что кстати не факт учитывая сколько он еще наговорил и самое главное если президент так признается в биг байдену объясните тогда владимир саныч почему же два уголовных дела заведены на байдена и порошенко на сегодняшний день по заявлению андрея деркача которого американское правительство официально назвала российским агентом российским агентом кстати как там дубинский поживает тоже еще один российский агент вашей политической силы ничего не жмет он до сих пор кстати возглавляет киевскую областную организацию слуги народа продолжают сидеть в вашей фракции и делать какие-то там своим ртом очередные заявления это же вся история не закончится даже если выгоните из состава фракции что прогнозируемо скорее всего произойдет завтра во вторник это ж не закончит не перечеркнет полностью историю с дубинским вам необходимо дальше идти вам необходимо расследовать его деятельность хочу лучше привлечь его к ответственности как российского агента американцы вам дали такой мощнейший пас я сейчас не будет ответного паса со стороны украины тогда возможно прощая американская поддержка в том числе и финансово и военное и санкционно как вам это владимир александрович подумайте что у вас сейчас происходит в голове вот мне бы тоже интересно было бы получить ответ на ваш вопрос а пока что к сожалению это выглядит знаете в стиле вопросы в стиле незнайки из волшебного города очень это стыдно и непрофессионально ну и собственно говоря очень жаль что возле вас в этом нет не нашелся ни один советник который бы вас поправил ну какая-нибудь мендель уже прости господи на худой конец продолжайте смотреть мои видео продолжайте их комментировать это поднимает их выше в рейтинге ютуба ваши комментарии под моим сотым выпуском так много я до сих пор еще отбираю напомню моем сотом выпуске анонсировал что лучший комментарий который выберу сам получит приз прекрасный 12-летний выдержки он уже стоит ждет своего победителя вот буквально на днях я закончу разбираться не могу пропустить ни одного нашего комментария очень много так финал уже вышло свыше десяти вот как только определюсь в ближайших выпусках об этом сообщу а пока подписывайтесь на все мои аккаунты линки на которые найдете под этим видео продолжим следить за феерическим развитием событий уже во вторник во фракции слуга народа и что же ждет русских агентов которые до сих пор окопались в президентской фракции спасибо что смотрите до следующих выпусков с вами был тарас березовец